В соответствии с планом реализации стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года, в текущем году было предусмотрено 75 мероприятий. Темпы их реализации обсудили депутаты на заседании профильной комиссии. Доклад о реализации мероприятий по стратегии развития региона представил руководитель Департамента финансов Татьяна Лагвиненко. Она отметила, что в 2020 году удалось обновить компьютерное оборудование в школах округа, создать несколько точек роста, ввести ежемесячные денежные выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, для поддержки семей с низким социально-экономическим статусом и другие. Вице-спикер окружного парламента Матвей Чупров поинтересовался, что сделано по развитию глубокой переработки продукции оленеводства и отправки оленины на экспорт. Депутат Татьяна Федорова отметила, что цель любой стратегии – повышение качества жизни. В том числе за счет снижения уровня безработицы. Посмотреть, что можно за счет бюджета, а что за счет привлечения инвестий инвесторов. То есть надо создать и конкретно его назвать, разработать программу создания рабочих мест на ближайшие 5 лет, на ближайшие 10 лет. Что мы будем делать, чтобы появились дополнительные рабочие места на территории округа, в том числе и сельской местности. Строить за счет бюджета новые рабочие места на сегодняшний момент бюджет не позволяет. Мы идем путем в соответствии со стратегией привлечения инвесторов, которые будут делать и создавать. Парламентарии решили, что в апреле 2021 года заслушают администрацию округа по итогам работы за год и совместно определят, какие еще необходимо принять шаги. Итоги обсуждения подвела председатель комиссии по экономической политике и бюджету Наталья Кордакова. Самое главное, чтобы были созданы дополнительные рабочие места, для того, чтобы не уезжали отсюда молодые люди, чтобы было дальнейшее развитие округа. Эти все вопросы были также поставлены и принято решение о том, что по итогам работы за этот год мы уже в апреле вместе с администрацией заслушаем и может быть создадим какую-то рабочую группу, для того, чтобы на самом деле какое-то продвижение было, чтобы молодые люди и вообще, чтобы жители Нинско-автономного округа были обеспечены работой. Окончательная информация по итогам 2020 года по исполнению плана мероприятий будет сформирована в марте 2021 года. Затем, согласно порядку разработки и реализации стратегии, годовой отчет по исполнению плана мероприятий рассмотрят на заседании администрации. Ольга Русул, Антон Водряков, Телеканал «Север».